Всем привет, дорогие друзья, с вами Леон, и мы продолжаем Сталкер Страйкить. В прошлой части, отыгрывая за Валеру, он же цветочек, который порабощает носителя до такой степени, что становится овощем, попал в некоторые неприятности, в том числе и лишился руки. Попутно меня ограбили какие-то одиночки-сталкеры, скорее всего, порабощенные Монолиптоном. Монолиптон-чай. Которые, в свою очередь, были настолько адаптированы, что пошли и суициднулись об военных. Которые, к слову, искали меня и хотели меня прикончить, потому что я какая-то непонятная, аномальная, ходячая хренотень. На отступление от военной базы я встретил брокера-бандита, который, по всей видимости, шел прямиком к военным по какому-то делу. Ну и так, между прочим, я приклеился к нему, и в силу недальновидности моего персонажа тупо пошел к военным. Где они радужно меня встретили. Здорово, блядь. Серьезно, недолго. Давай, вон, везду. Параним, да, туда. По инголесу. Он затронутый зон. Зон, не трогай его, пока. Почему? Его нельзя руками трогать. Ни его, ни цветочек. Это, про прикрытие не забываем. Дмитрий начальника поддал. Там, это, ну, ты в курсе? Четыре часа, фига. Фиг, мортал. Там, там, видел? О, гранирус, плеточек приисли. Да. Для особо развитых. Леду, прикинь, лежит, говорит, руки нет, кушать хочу. Пойдем со мной. Он пошел. Так, Рома, ловшеточку приторгай. Так, этого не трогай, Рома, не прикасайся к нему. Ну что, Робе, то можно у нас этого... На него не действует. Зон, зон, на него не варяется. Валя, всякая, да. Аптечка, нихуя нет. Фу, брокер. Это то самое деревце, за которое разговор был? Да, да, да. Можно где-то будет? Ну, насколько я знаю, у меня 100% инсульт по нему нет. Дело в том, что оно начинало цвести, если его, типа, радовать, там, бла-бла-бла. А, мы же вчера... Оно, типа, через него говорит, что оно хочет. Вон оно что. Так, а радовать у нас будет Валера. Сейчас, подожди, мы в начале... Главное это, ни в коем случае не пытайтесь забрать. Нам понятно. Одноруким тоже можешь стать, да? Или неизвестно? Нет, лучше в случае, как он на это отреагирует. А то станешь еще умнее, чем Ромирос. Дела. О, это что? Это, по-моему, владелец России. О, нифига себе! Блин, а! Ты понимаешь, что ты... Ну, один раз можно. Один раз? В ногу. В ногу? Респект можно. В свою. Я так уж и быть покажу, что у меня есть. Может, вам что понадобится. С одним сталкером, короче, нашли монолит. Давай покормим, он будет радоваться. Это этим Валера будет заниматься. А, 8, тоже есть. Командир, там по-моему, котелок идет. И это из 17-го дела. А, вот, тем более подброс граба. О, вам, кстати, легендочка про чудо-дерево. Вот это вот оно. Возможно, чем-то подскажет вам. Еще есть какой-то волшебный вещмешок, но его вроде никто так и не нашел. Или никто признаться не хочет, потому что нашел. Не, по плану было другое. Он там тоже сдох. Я не думаю, что это было в его планах. Ну, там жахнуло знатно. Всех метрах в 70, наверное, повырубало. Что, кстати, с Долговцами? Мы научников. Проходите. Мы научников от Долговцев защищали. Чего? Научников, говорю, от Долговцев защищали. Мы, они напали на Долговцев. Мы идем там, братцы. Вы туда проходите. Долгие науки. Валера, нежно бери дерево, иди радуй. Как появилось-то это чудо? Мы с ним уже два года бродим в зоне. У меня информация написана, что ты его нашел. Где нашел? Я не помню. Не помнишь? Ими свое помнишь? Нет, но все вспоминают и говорят, что меня раньше звали Леон. Покушай. Что там, Валера? Они не помнят, кто они такие. Это не первый владелец. Не первый хозяин. Но цвести начинает. Деревца продолжают упорно жить. Но цвести начинает только при правильном уходе. Если его радиация будет. Тогда распускаются именно три маленьких цветочка, которые не вянут. Даже если их сорвать. И могут спасти жизнь при встрече со всяким платоядным монстром. То есть семечки этого дерева, значит, не имеются, так сказать, этим... Понятно. Оружием. Точнее, спасением. Так сказать, этот... Дефибриллятор против носа. Забавные эти персонажи. А где же тебя ранило-то? Если с тобой дерево было-то. Все твое. Мы с Валерой в основном любим путешествовать и кушать. А какая компания попадается, не всегда благоприятная. Подставили. Руки тер нету. Пещальная история. Ну ты же науку дошел. Стоим здесь. Всякий взбород сюда прется. Вот не поверишь. Кого только они видели. И пролезут же сюда. Авантюра. Вот. Такое, чтобы найти. А ты не помнишь, как сюда попал? Нет. Валера говорит, что ему нужен новый носитель. Этот поврежден. Значит, это же сколько и дерево. Но оно знает, как расцвести. Может рассказать. Какой именно уход нужен. Ну слышишь это дерево только ты. Хорошо. Как заставить свести ее сейчас? У научников есть около десятков специальных банок. Одно из которых у меня должно быть в рюкзаке. Таких нужно еще как минимум пять. База научников грохнула совершенно недавно. Ты мою взял? Если ты слышал, то вся зона тряслась. Взрыв. Я про это ничего не знаю и не помню. Это то. Сколько еще таких нужно? Не знаю у научников информации больше. Я добыл артефакт, за что поплатился рукой. Взамен я получил одну из таких баночек. Сказали вот, держи. Еще таких пять. У тебя пять рук-то больше нету? Пять. Одна у тебя уже есть. Короче, мы за руку дали две баночки, надо еще пять. Теперь его надо еще три руки поставить. А ноги пойдут? Брокер говорит, они все подобные баночки сдали на ноги. Они могут вроде их продать. Потому что получается, что я просто обменял артефакт на одну из таких. Знаешь, нам проще штурму взять и забрать силы. У нас денег нету. Продвоенные. Мы живем на снабжении. Ты видишь, что тут пылось в Одессе? Совсем поставки хреновые. Материка везут. Зато патронов до хера. Патронов много, да. Жрать то надо. Поэтому и превращаемся иногда мы. В воинствующих. Берферков. Выживать тоже надо. Ты пойми. Поэтому мы идем иногда на договоры со всякой швалью. Крутиться надо. Приходится. Сейчас, значит, с своим деревом мы разберемся. Дорогая проблема, что делать нам с тобой. Пойдешь с нами до научников, если еще жизнь теплится. Решение плюта. Дребья просто. Да? Вы своей жизнью ничего не угрожаете. Но банки остаются все у нас. Аминь. Ради бога. Дерево, возможно, тоже придется передать. Сопровождать тебя будет одна из самых воинствующих, но самых честных группировок. Которые обосновались в здании. Я думаю, это ужасно никакой. Банку где забрать? А. Я даже не знаю. Может, даже и не положили. А, короче, там где-то должно быть. Что есть? Действительно, банка у тебя. Ага. Это нужно будет для того, чтобы оно осталось. Целостью и сохранить. А, Эли. Как уроды идут. Фюрер идет опять. Ампутировали. Вот за эту баночку. Так получилось, что я пожертвовал рукой ради одной такой баночки, чтобы его полить. Ну, отлично. Вот, теперь ему осталось пять или шесть наушек. Таким образом, худо-бедно меня восстановили. Долговцы, которые непонятно чем занимались на базе военных, подобрали меня и отправились к научникам. Чтобы уже, наконец, разобраться со всем этим Валерой. О, блудный сын вернулся. Погоди, у вас потеряли. Сами потерялись. Валерочка, заходи. Да, на слышь, тут Валера отдохнет. Дохнет, блядь. Что, врача-то где научники? Посмотри, Валерка сейчас помрет, блядь. Да ладно. Что с тобой, Валера? Да, я слышу тебя. Человека. Плохо, Валере. Валере, плохо, да? А ты-то сейчас сидишь по-моему человеку? То, что происходило дальше на базе научников, больше напоминало безумные опыты ученых. Валеру в итоге накормили, и он расцвел, дав плоды. А именно, цветочки, которые в любой момент можно предъявить монстре, кроме фантома. Таким образом, избежав прямой стычки с ним. Прикольная штука. Только мне ни одного цветочка такого не досталось. Ну и хрен с ним. А мне попытались пришить руку какого-то монстра. Ну или типа того. Все эти процедуры были крайне странными, но забавными. Где по итогу, Валеру передали другому носителю. А я потихоньку начал восстанавливать память. Валера выбрал себе нового хозяина! Валера, тебя признал! Теперь ты хозяин, Валера! Ну что, лучше стало? Забегая вперед, Валера стал что-то вроде местным локальным мемом. Его история началась с момента, когда перед самой игрой ко мне подошла одна из научниц. И не по-игровому предложила мне побегать с этим цветочком по зоне. И вроде как изначально, Валера был придуман как некая отсылка к одному из игроков на военной базе. Вы, наверное, уже заметили, что среди военных был один Валера, не цветок. И что-то мне подсказывает, что отсылка была напрямую к нему. Но на протяжении всех отыгрышей я привнес в Валеру немножечко своего, так сказать, шарма. Люди настолько прониклись историей Валеры, что после игры забрали его к себе домой. И он начал свое путешествие по республике Бурятия, представьте себе. И по сей день продолжает свои путешествия. Для проекта Х-16, стал керстрайк Иркутской области, этот добрый малый стал действительно чем-то вроде маскота. И очень приятно осознавать, что первые корни, в кого он пустил, был я. Звучит, конечно, странно, не очень, но вы поняли. Есть у кого броня потолще? Ну чё, блядь, чё мы умерли? Ах, фак! За эту серию, походу, я повторяюсь. Но мы закончили на том, что меня разорвало от растяжки. И не только меня. Смерть? Смерть! Ты чё, гран? Ой, блядь. Ну, пошли до науки вам. Чё? Чё, звезда седлух? О, господи. Аналогичная ситуация сейчас. Вообще не стреляет. По правилам, если я умираю, я отправляюсь в мертвяк и пребываю там около часа. Но если ждать не в немоготу, значит я могу просто отыграть зомби, чем я, собственно, и воспользовался. И тут в ход вступает небольшая условность, которая была связана с моей рукой. Грубо говоря, смерть её аннулирует. То есть рука у меня восстановлена. Заодно я встретил некоторых прикольных персонажей, в том числе и посмотрел на базу Монолита. На записи этого не видно, но у них там, по-моему, кто-то повесился. Ну и ладно. В общем, после всего этого я возобновил свою игру. Ты чё, сталкер? Сидишь, продаешь небось. Деньги у тебя есть? Есть. А чё, не ешь тогда? Не голодный? Я уже подумал. Ну ты думай, думай. А, блин, кусок большой, в рот не влезет. А вот хер бы его знал, чего так я хочу. То есть вот тут чё-то есть? Так они прощают. Ай, давай, ладно, чё-то. Как раз покушал в дорожку, бодренькая пойдёт. Десяточка. Десяточка? Да. А ты знал, что инфляция была? Нет, это акция. А, акция, да. Акция. А можно бонус ещё в стакан водички? Ну это, комплексный обед. А, тогда ладно, десяточка. Сиди, короче, наверх. Сидите тут. Целая десяточка. Думали, нас пристрелят. У кого есть по снимателям? А, у меня камера есть, типа, с предпросмотрами там сидит. Я боюсь, что ты до центра жарки не найдёшь со своими, чтобы заснять её, короче. Засняли вы, короче, эти аномалии, там есть электро, короче, есть жарчик. Прямо видно, или там подземление, боже, пламя. Вот это бы заснять на видео и отнести на учнике. Ну, у меня зум большой, я могу издалека это снять, если там видно. Ну, там, видишь, там, она на дороге плохо будет видеть. Посмотрим, можно будет. Если бы у кого-нибудь был в телевизоре этот телефон, я бы, может, даже пробежал. У меня, смотри, не, у меня реально это, это круче телефона. О, всё. А, вообще, вообще не вопрос. Так, вообще, то, я в доме. А то что-то на смерть идти, там, какие-то монолиты, я думаю, без нас разберутся. Ясен, тень. Ой, ой-ой-ой. Ой, какая крутая штука. Чай, кофе сам. Кофе. Вот что, что действительно кофе сейчас? Вон там он стоит, видишь, пакет с кофе. Ага. Сахар где-то на столе, вот. Так. Кипяток, вон там, в кранике. Так. Всё. Принял. Ну ладно, окей. Вон, дай ему этот. Мне? Быстрые деньги. Теперь дай мне быстрые деньги. Быстрые деньги. Хотеть. Короче, смотри, в Ленагу играл. Да. Вот. Я хочу, чтобы меня лохом не считали на зоне, а то смотри, опыт 0, да как-то. Я бармен, но у меня опыта 0, да меня даже бандосы будут шмарить. Ты прикинь, да? Да я же шуткой промыл от них уже не отпиздишься. Вот. Значит, бросаться в аномалии, в радиацию. Короче, твоя задача, чтобы он не сдох. Да, да, слышу. Вот. Придёшь, когда он накопит 5 тысяч опыта, дам денег. Ммм. А сколько? Сейчас настал, слушай. Нормально, да. 50. Окей, договорились. Давай, 10 рублей за каждую тысячу опыта. Не вопрос. Сделаем. Всё. Будет всё в ажюре. Так, защита от радиации 15%. Ну, там сейчас стоит кожаная куртка, эта фигня. А, у меня такая же, в принципе, я ориентировался. Да, слушай, они одинаковые, прикинь. То есть, получается, в принципе, у меня сейчас будет... Слушай, подожди, а это по правилам? Да. Ну, конечно, по правилам чуть-чуть задали задание. Нет, ты носишь с собой не ПДАшник, ты носишь с собой коробку. Так ещё не 10 тысяч. Вот. А, это типа понял. Ну, это типа научников измерения. Как построить свой опыт? Всё, понял. Э, куда полезли? Это не для всех. Это не для всех. Нихера, у меня опыта просто 22 тысяч. Откуда? Блядь, ходишь, ходишь, бродишь, потом накапливаешь. А тут 5 тысяч просят. Монолит, всё. Монолит, короче, прострал. Охренеть. Ура! Что, мы победили? Да, мы победили. Не зря мы изучали. Валера, это победа. Я не Валера. Я про твой цветок. Блин, все про этот цветок. Все про этот цветок. Я его даже, блин, не помню. А мы знаем, как цветок зовут от Яковлева? Леон. А, Леон? Да. Леон Браун. Мне тут доносят, что я 2 года шарахался по лозоне. Не осознавая самого себя. А теперь надо зарабатывать деньги, чтобы хавать. Вместо стекретуры я вообще не знаю. Да, 10 рублей за каждую тысячу идет чувак с двумя подраждающими. Зона, встречай меня, я иду. I'm come. Так, из оружия. У меня нету с собой ничего, кроме гранаты и ножа. Ебать, гранату держи. Граната. Оторвем кого-нибудь. Граната, граната. Где твой стол? Он перестал отвечать на мои запросы. Я решил его оставить на свалке, в общем. Не отдавал бы. Вопрос на засыпку. Ты в курсе, где здесь могут быть ближайшие радиационные поля и так далее? Ты разговариваешь с картографом, который знает эту зону просто как свои 5 пальцев. Я тебе могу пальцем тыкнуть, где начнет пикать. Окей. В эту сторону. А с какого уровня радиация начинает... 100 тысяч. Понял. Так что радиацию можно копить довольно долго. И она довольно быстро. Уходим. Уходим. Стоп, стоп. Видишь? Ууу. Смотри, снимай. Так. Так, это что? Это мне прям снимать-снимать? Ну да. Запись номер один. В спине. Около спины. Вот. Слушай, а это сцены артефакт? Смотри. Это жил или что? Это батарейка. Смотри. Артефакта нельзя касаться голыми руками, потому что будет очень больно. Можно решиться. Отлично. Все. Пять. У меня еще один артефакт. Это контейнер с собой есть, если что. В один контейнер можно два артефакта с собой носить. Так что если контейнер большой, то в принципе, если иметь два, можно четыре артефакта за раз вынести. Вот я там что-то еще вижу, но я не вижу, что это. На зрение плохое. Вот это вот лежит. Бежит? Бежит. А, лежит. Еще один. А что они? А что-то как-то странно, да? А у тебя сколько контейнеров? У меня два. А что за артефакт такой странный? Я не знаю, что это за шар. Артефакт шар. Мне сюда не влезет. Ну ты уверен, что это артефакт? А какая разница? Угнаем. Лишни никогда не влезет. Вот сюда еще влезет. Еще один. Интересно, бармен, заканчивай? Бармен, заканчивай. Сбегай быстренько. Спроси, может, у него еще контейнер есть. Так может, ему сразу прибежать и сдать их тут же, чтобы вместо собрать? Бармен не принимает артефакты, только научники. Я и говорю, что нет смысла сейчас их продавать, потому что наука очень дешево продает, покупает их. Нужно, короче, их между собой скреплять, и тогда защита повышается. А если хорошо повысить защиту, можно пролезть туда, куда пролезть очень сложно. Ништяк. Бля, хорошо, что мы пошли погулять. Сейчас надо это... Надо будет до жарки сейчас сходить. Главное, в неприятности не попасть. Или попасть. Так, ладно. По две минуты буду снимать. Как корреспонденция. А на этом все. Пока что. Так что ждите следующего выпуска. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки. Там вот это вот все, то, что внизу под роликом. И пишите комменты. Если вы хотите, чтобы больше, конечно, и почаще я выпускал сталкиерстрайк. Всем удачки. И всем тортик. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.